Жил я в Москве, игрался в одну очень популярную онлайн-игру. Вступил в клан, там познакомились. Познакомились через третьих людей, совершенно это было не прямое знакомство, это был не сайт знакомства, это был игровой ресурс. Она всегда была на уровне или на два ниже, чем я в игре. Его персонажа звали и зовут Игнатка, и надеюсь будут звать, с ним ничего не произойдет, все будет хорошо. Мы начали переписываться как-то по общению, очень понравились друг другу. По скайпу уже друг на друга посмотрели, уже не по фотографиям, а уже, можно сказать, почти вживую. Уже захотелось чисто встретиться уже по-настоящему. Страхи были, неуверенность в себе была, я думаю, что у любой девушки на моем месте это было бы. Все в поезд поехали. Он не верил до последнего, что я приеду, он думал, что это розыгрыш. Мы поехали с другом ее встречать, увидели друг друга, все хорошо. Ее уезжало было очень тяжело, то есть я думала, что я не смогу там пробыть и дня. Мне будет хотеться вернуться домой, а получилось наоборот. Мне было очень тяжело выезжать оттуда. Но мне пообещал Алексей, что он приедет, что все будет хорошо. Почему-то я им поверила. Уже когда неделю вместе, считай, прожили, уже как будто частичка тебя уехала. Все, на вокзале никак расстаться не могли, я ее провожу. Остался один, даже не один, наверное, дома, а 0,5 меня. Он понял, что так продолжаться не может. Сначала я приехал в гости. Приехал и все. И больше мы его не отпустили. Что-то мои гости затянулись месяца на два. До приезда Алексея в семье был матриархат стопроцентный. С приходом Алексея у нас стал патриархат. Причем серьезно. У нас теперь три сына, плюс к Алексею. И вот, так что все меняется в жизни. Но мы очень рады, мы очень довольны. Сначала мы так пожили, потом мы расписались, поехали на юг. И уже с юга приехали не втроем, а в четвером. С третьим малышом, которому сейчас неполные пять месяцев, было немножечко неожиданно. Но, в общем-то, тоже достаточно приятно. Все прошло хорошо, без особых усложнений. У нас, кстати, в игре очень много пары, которые именно познакомились там. И в реале живут уже вместе, расписались с детками. Потому что любовь есть. Любим друг друга. Этот сюжет вызвал широкий общественный резонанс. По этой сладкой истории вполне можно снимать романтическую мелодраму. Потенциальные зрители уже имеются. На моей памяти и моих знакомых немногие люди по интернету все-таки доводят отношения до такой степени, что и трое детей. Это меня порадовало. Ну, тут, конечно, не только интернет, тут и смелость, и любовь, опять же. Понятно, я имею в виду сама ситуация. Такими людьми надо восхищаться. Супруги уже давно привыкли к удивлению окружающих, когда речь заходит об их знакомстве. Они сломали многие стереотипы, чтобы быть вместе. Отрадно, что Эстес Курск первым наградил такую любовь. Сладкая история Анны и Алексея стала откровением для некоторых их знакомых. После эфира им звонили и поздравляли с рождением ребенка. Супруги записывали интервью по отдельности, поэтому послушать друг друга после монтажа им тоже было интересно. Я в очередной раз убедилась в том, что как сильно муж меня любит. Знаете, смотреть со стороны на любимого человека и в его глазах что-то искриться, это было видно, по крайней мере мне. Самой творческой парой без сомнений была семья актеров. Казалось бы, люди искусства просто обязаны быть романтичными. На самом деле их сладкая история похожа на многие другие. Они играют в театре, а в жизни маски им ни к чему. Увидела я его первый раз в Академии искусств, где мы, в Воронеже, где мы учились вместе. Это был Новый год в Академии. Елка была для студентов. Лена там с Негурочкой была. Там я действительно обратил на нее внимание. И там мы с ним танцевали, зажигали, улыбались друг к другу. И так это все было романтично, замечательно. Что как-то я задумалась, а может быть все-таки, все-таки надо? Я даже не знаю, что Лена во мне нашла, честное слово, но... Он узнавал то, что нравится мне, и водил меня в те места, допустим, природа, какие-то места очень красивые, где я там раньше не была. Просто встречались, просто гуляли. А когда я понял, что хочу жениться, я уже здесь. Мы скучали друг без друга безумно. И это расстояние, наверное, помогло ему преодолеть себя, какие-то свои страхи. Конечно, мысли были, да, но конкретно уже, когда сюда переехал и понял, что хочу видеть эту девушку рядом всегда. Он мне звонит. Было совершенно не романтично, было как вот, как так и надо. Он звонит, говорит, Лена, выходи за меня замуж. И я даже не думаю, да. Говорю, хорошо. Он такой, решили, отлично, пока. Он приходит с работы, говорит, Лена, я соскучился. Я говорю, я тоже. Всего прошло три часа. Отношения к Лене у меня одни, а в любом спектакле, кого бы мы ни играли, отношения совершенно другие. Нельзя не видеть, что он перед тобой. На Ромео и Джульетте были, я помню, с этим проблемы. Я глаза поднимаю, и передо мной жена. Он настоящий мужчина. Он помогает, причем всем. Любим друг друга, это естественно. Ребята наблюдали за эфирами сладких историй. Участие в проекте стало для них авантюрой. Приключение обернулось сертификатом в салон красоты Нью Стайл и сертификатом от Дома вкуса и красоты Шанталь. Во-первых, проект интересный. И проект показывает людям, что не надо бояться своих чувств. Не надо вообще ничего бояться. Если ты любишь человека, то все надо делать для того, чтобы вы были вместе. Самой сладкой историей мы признали сюрприз военнослужащего для своей возлюбленной. Я служу на древнейшем в истории государства дважды краснознаменном в Балтийском флоте. Служить мне еще 4 месяца. Для меня вообще самое сложное это ждать. 10 минут, а тут мне ждать год. И год без него вдали. Конечно, хорошо, что есть такая возможность хотя бы созваниваться по телефону. Мы можем переписываться, обмениться фотографиями. И только этим и живешь в этом году. Когда я ушел в армию, у нас с Машей начались разговоры о свадьбе. Причем это были не просто разговоры, мечты, грезы. Это были планы с конкретными датами. Планировали на конец июля. Подумал, что как-то так свадьба будет, а предложений не было. И поэтому решил измелительно действовать. Он мне утром поздравлял и сказал, представь, что сегодня случится какое-то чудо. Мы встали на приветствие и говорят, а теперь просим внимания на экран. И тут он. В этот день, твой самый главный день в жизни, я решил написать тебе это письмо, чтобы поздравить и сказать, как сильно я тебя люблю. Когда я увидела его, мне было приятно. И даже, знаете, все вокруг исчезло. И вот только я и он, и больше никого нет. Все как будто сопутствовало моей идее. Я думала, что это поздравление к дню рождения. Я не могла представить, что будет дальше. И у меня к тебе всего один вопрос. Мясникова Мария Владимировна. Ты выйдешь за меня замуж? Был букет в форме сердца. Было много красивых цветов. Внутри стояло посерединке необычный цвет, даже как название, как ракушечка такой. И там стояло это кольцо. Оно в форме баскетбольного мячика. Очень верю и хочу, чтобы это было навсегда. После такого сюрприза многие ребята поймают на себе укоризненный женский взгляд. С этим ничего не поделать. Владимир поднял планку в романтических отношениях действительно высоко. За что и поощряется телеканалом СТС Курск. Пока что дистанционно. Служить на флоте ему еще три месяца. Ответ за него стойко держит возлюбленная. Я считаю, что победители здесь все. Потому что, ну не считая одной пары, у которых чуть-чуть не сложилось, каждая нашла свою любовь, а это главная победа. Надо этим дорожить, это ценить, любить друг друга. Мария получила сертификат в салон красоты Нью Стайл, букет от салона цветов Версаль, фирменную футболку от магазина мужской одежды Рыжий Кот, VIP-пригласительный в кинотеатр Люксор, романтический ужин в ресторан Марше, но самый желанный презент еще впереди. Дождаться его, конечно, это безусловно, он скоро приходит, уже осталось три месяца. Свадьба на носу, потом свадебное путешествие, и все, дальше по накатанной, как пойдет. Праздник любви СТС Курск на этом не закончился. 8 марта мы вышли в народ, чтобы подарить девушкам частичку своего телевизионного сердца. В самый женский день торговый центр «Манеж» на несколько часов превратился в огромную кухню. Специальный десант поваров из популярного сериала на канале СТС поздравил всех прекрасных дам с их праздником. С 8 марта у нас всего самого хорошего, любви, удачи, счастья. Спасибо большое. Каждую девушку повара кухни встречали с воздушными комплиментами от студии оформления воздушными шарами «Балиба». Девочкам и девушкам, женщинам и бабушкам повара дарили и свои сердца. Необычные грелки, которые будут дарить и тепло, и хорошее настроение. Совершенно не ожидали. Большое спасибо. И думаю, очень нам радостно от этого. Я очень рада. Хоть какой-то подарочек с утра. Классно, очень приятно. Спасибо большое. От горячих мужских сердец у девушек сразу же поднималось настроение. Тем более, как оказалось, для некоторых 8 марта – это не только международный женский день. Спасибо большое за подарки. Я очень рада, что мне мой день рождения поздравили на СТС. Как говорят в сериале «Кухня», в счастье главное то, что оно есть. 8 марта в нашем городе на несколько сотен курянок стало счастливее. Дорогие девушки, женщины, милые наши мамы, я вас искренне поздравляю с 8 марта. Желаем здоровья, счастья, всего самого хорошего. Чтобы в семье было хорошо, чтобы детки радовали, внуки радовали. С весенним праздником, весеннего настроения. С 8 марта у всех. Спасибо большое за подарок. СТС. Желаем вам только сладких историй. Смотрите СТС Курск и любите друг друга. С праздником! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!